Привет, друзья! Это рубрика «Всей семьёй» и сегодня мы с вами будем закреплять урок «Чудеса Иисуса». Если вы ещё не видели это видео, то ссылка будет в описании. А пока я покажу вам некоторые иллюстрации, о каких чудесах шла речь. Может быть, смотря на эти картинки, вы уже вспомните об этих историях. Они все довольно известны. Вопрос номер один. О скольких чудесах мы говорили в прошлом видео. Это карточки-подсказки, но среди них нет одного чуда. Вопрос номер два. Какое чудо есть ещё в том видео, о котором мы говорили? И, наконец, третье задание. Это будет творческое задание. Ребята, наверняка у вас есть любимая игра, в которую вы очень любите играть. Может быть, это игра в телефоне, в планшете. Может быть, у вас есть любимый мультик. Может быть, есть любимый сериал. Наверняка. Давайте сделаем интересный эксперимент. Подумаем, что было бы, если бы Иисус пришёл в твою любимую игру? Что бы он там сделал? Или если бы Иисус появился среди героев твоего любимого мультфильма или сериала? И третье задание будет следующим. Тебе нужно будет нарисовать плакат или комикс со своей любимой игрой. Пусть там будут персонажи, любимые герои, и обязательно там должен быть Иисус. Подумай, какое чудо сотворил бы Иисус, если бы он пришёл к твоим любимым героям. А я сейчас покажу вам то, что получилось у нас. Это иллюстрации мальчиков, которые любят играть в игру Бравл Старс и Бейблейд. Кстати, Бейблейд сейчас очень популярен даже в садиках, и учителя разрешают приносить эти игрушки в день игрушек. Почему нет? Если дети играют в эти игры, пусть они пригласят туда Иисуса. Посмотрите на эти иллюстрации. Ребята решили, что если бы Иисус пришёл к Бравлерам, то он сделал бы всех положительными героями, и они прославляли бы Бога. Также Бейблейд – это игра сражения, поэтому если бы Иисус сыграл в Бейблейд, и у него был бы свой волчок, то он победил бы всё зло в этом мире. И ещё одна иллюстрация – это рисовал подросток. У него есть любимый сериал. В этом сериале есть бандиты. И кепка, изображённая на этом рисунке, является символом того, что бандит её бросил, обратился к Иисусу и стал христианином. Вот что вышло у нас. Было бы интересно узнать, что Иисус сделал бы среди ваших любимых персонажей. Если у вас есть желание поделиться вашими работами, присылайте их по адресу электронной почты, которая указана в описании. И тогда мы все можем посмотреть, что Иисус сделал бы среди ваших любимых героев. И ещё один вопрос я хочу задать вам. Ребята, позовите своих мам и пап и спросите у них, делал ли Иисус чудеса только в Библии? Или, может быть, он делает чудеса сегодня? И если ваши члены семьи скажут, что Иисус и сегодня делает чудеса, то попросите их рассказать, какое чудо сделал Иисус в их жизни. Это так здорово не только изучать Библию про то, как Иисус сделал чудеса давно, но и слушать, какие чудеса Иисус делает в наших семьях сегодня. А я желаю вам хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok